Всем привет! Готовы к выходным? Вот мы абсолютно готовы! И предлагаем вам послушать, чем можно будет заняться в ближайшие дни у нас в округе. Приближается День народного единства. А это значит, что отдыхать мы с вами будем не два, а целых три дня. Начнем с субботы. В молодежном клубе «Ровесник» продолжается игротека настольных игр. Вы можете присоединиться к по-настоящему затягивающему занятию, выбрав себе игру по вкусу. Поверьте, игр там будет ну очень много. Мафия, монополия, шашки, шахматы и многое-многое другое. Приходите. 3 ноября, в воскресенье, в молодежном центре «Крылья», который находится в Монино, в 21.00 состоится финал турнира по настольному теннису. Стоит ли говорить, что это увлекательная, бесконечно многообразная, доступная любому возрасту игра? Сведения о развитии настольного тенниса очень противоречивы. До сих пор остается загадкой, кто же является подлинным родоначальником игры. Одни считают, что игра с ракеткой и мечом зародилась в Англии, другие настаивают, что появлением этой игры мы обязаны Японии или Китаю. Как бы то ни было, у нас в стране она пользуется огромной популярностью. Плавно переходим к государственному празднику Дню Народного Единства. Щелкови на площади Ленина в 12 часов начинается праздничная программа. Всех пришедших идет выступление творческих коллективов нашего округа, ансамбля казачьей песни и танцы «Русская воля», группы «Каприз», танцевальный флешмоб и еще много всего интересного. Присоединяйтесь, давайте отметим этот праздник как следует. Завершаем наш мини-анон с новостями о кино. С 31 октября на большие экраны выходит боевик «Терминатор. Темные судьбы». Слова астоловиста Бэйби оказались пророческими, он возвращается. Сара Коннор, в свою очередь, превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное – это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс «Смесь человека и машины». Также с 31 октября в кино можно будет посмотреть новый мультфильм про всем известную семейку Адамс. В этой семье папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще считаете, что ваши родственники странные? Предлагаем вам посмотреть этот мультфильм и убедиться, что вы сильно ошибаетесь. На сегодня это все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Увидимся ровно через неделю. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok